всем доброго дня вас приветствует александр компания уральская усадьба мы находимся на нашей выставочной площадке за вот этой стеной наш цех большой огромный где мы производим наши качественные капитальные конструкции сегодня хотелось бы поговорить с вами о функционале теплицы то есть что такое теплица что в вашем понимании вообще теплица для чего куда и зачем они нужны и кому они нужны что самое главное в теплице что самое главное это ее функционал функционал подразумевает под собой что мы будем выращивать то есть она теплица предназначена по умолчанию для выращивания растений овощей и так далее даже виноград растят так вот от функционала уже начинается совсем другие критерии выбора то есть есть теплица в которой нужно выращивать овощи томаты огурцы баклажаны перцы зелень и так далее но для того чтобы вам приятно в ней работалось и вы спали зимой спокойно не думая что надо бежать чистить снег при первом снегопаде ведь у нас снежок идет и разгребать снежные завалы ставить подпорки бояться что ее раздавит а также не думать о том что ваш поликарбонат через год-два может превратиться в труху что это означает это означает вот такое качество поликарбона которую через год-два это еще так легко сказать и он весь уже разрушился в дырочку это дешевый поликарбонат специально куплен на рынке что покажет нас нашим клиентам что это такое понимаете исходя из этого самый главный критерий выбора теплицы это ваше желание получить качественно надежно капитальную и функциональную теплицу и чтобы она еще как вот наша легенда вас радовала который это ваш дом ваш дом растюшек ваших овощей которые в нем растут также ваш потому что вы большую часть времени нашего садовода огороднического сезона проводите в ней начиная с весны заканчивая осенью вы в ней вместе с растюшками живете можно так сказать и радуетесь так вот чтобы радовалась эта конструкция этот дом для овощей нужно выбирать очень тщательно не только по функционалу а именно по другим критериям первое давайте сегодня остановимся на поликарбонате то есть теплица состоит из чего это естественно каркас и покрытие поликарбонат и они равны по своей сущности то есть если вы приобретете дешевый поликарбонат он год два три максимум пять разрушится его выкинуть если будет дорогой каркас если вы купите дешевый каркас но покройте дорогим поликарбонатом у вас придет негодность в первую очередь каркас а потом уже поликарбонат или же если брать арочную форму дешевый каркас плюс дорогой поликарбонат качественный с большой плотностью и тяжелый его раздает вместе у вас с каркасом то есть раздает всю теплицу потому что поликарбонат будет очень жесткий и держать нагрузку и распределять по Поэтому при выборе поликарбоната надо, самый главный критерий, это смотреть на производителя, но производители разные и могут рассказывать про производителей, что они все классные, красивые, все зависит от продавца-менеджера. Так напеть, что вы купите даже якобы самый дорогой, на самом деле он окажется самый дешевый. Так вот, обращайте внимание, самый первый критерий хорошего поликарбоната, это, конечно, вес или плотность. Самую лучшую плотность брать, это начиная от 0, хотя бы 65-06, а лучше от 0,7, то есть 0,7, 0,75, 0,8. Больше 0,8 плотности не бывает, никого не слушайте, такой плотности нет в России. То есть вы выбрали хорошую плотность, хороший поликарбонат, который вам прослужит 10-15, а то и пишут 20 лет, хотя я в это не верю. Средний срок службы, это можно брать смело у хорошего качественного поликарбоната, это от 12 до 15 лет, когда он будет вот такой прозрачный все эти годы. А не вот такой вот, в такие вот дырочки. Следующее. Поликарбонат каждый качественный, если он заботится о своем имени, у него с двух сторон пленка транспортировочная. Что это означает? Это означает, что с одной стороны, вся информация о производителе, инструкция и все логотипы компании, эта сторона относится к солнцу. Если вы поставите его наоборот, то в первый же год он у вас просто разрушится. Эту пленку надо удалять. С внутренней стороны идет пленка, просто прозрачная или другого цвета, но просто без надписи. Это внутренняя сторона листа, которая ставится внутрь теплицы. То есть два пункта и минимум от 4 мм. Не какие там 3, 3,5, 3,2 или 3,7. Именно 4 мм поликарбонат толщины. По другим критериям просто не выбрать. И еще самое главное, третий критерий это рекомендация. От друзей, знакомых, хотя бы у кого он простоял там от 5 до 7 лет, и кто может сказать. Но тут даже много подводных камней. Многие перестают отказывать память. Как будто отбивают, не знаю там чем, палкой, обухом. То есть они забывают, что купили. Они помнят только марку. Например, возьмем тот же, что мы возьмем, у кого много подмарок. Карбоглаз. У него огромное количество подмарок. От дешевого, среднего и до дорогого. Или взять тот же полигаль. У него то же самое. Например, в полигале мы берем только стандарт 0,8 плотность. Все, что меньше, мы просто принципиально не покупаем. Поэтому не надо не знать не только производителя, а еще подмарку поликарбонат. То есть название марки поликарбоната. А их бывает много. То есть вам могут сказать там какую-нибудь марку дешевую. А на самом деле они купили дороже, он стоит красиво. Человек идет покупать дешевую подмарку, и он у него рассыпается. Естественно, все сразу же становятся плохие. Поэтому уточняйте, даже если вам рекомендуют, уточняйте под марку поликарбоната. Вот недавно совсем случай. Подписчик мне прислал накладную. И четко и ясно написано. Полигаль, калибри. А это считается, я захожу на сайт, это самый недорогой. Толщина 3,2. Плотность, не поверите, 0,45. Вот и считайте. Как можно порекомендовать такой кому-то поликарбонат. То есть это самый эконом, а продавец об этом клиенту не сказал. Вообще никак не сказал. Что это самый дешевый в этой марке поликарбонат. То есть полигаль. О, это израильская компания, там завод в России, все строит, все там производит. Имя, бренд. Полигаль, первый завод в мире, кто начал производить поликарбонат. Все. У покупателя глаза замкнулись, ничего не видят, деньги отдают. Поэтому уточняйте. Есть интернет для этого. Заходите на сайте производителей. Там все расписано. Вот в чем может быть обман. Дальше идем. Чтобы защитить дорогой поликарбонат и крепление поликарбоната. На этом мне стоит, чем больше, смотрите, крепление поликарбоната, чем больше площадь прижима, вот она шайба, 30 миллиметров, тем лучше. Прижали, потому что расширение, хоть как идет между точками, летом у вас будет расширяться, ему некуда деваться. Как бы вы ни крепили, как бы там ни писали, что рассверливать, но вы поликарбонат прижимаете к конструкции. Фильм у нас получается длинный очень. Дальше идет защита от поликарбоната. Сверху, чтобы он дышал, ставится торцевой профиль без перфоленты. Снизу ставится торцевой профиль с перфолентой, чтобы пропускал влагу, которая конденсат образуется в листе. И обратно ничего не запускал. Все, по поликарбонату мы сегодня с вами все проговорили. В следующем фильме мы будем проговаривать про каркас и остальные нужные вещи для теплицы. Поэтому всем пока выбирайте самое лучшее, самое качественное. Обращайтесь в компании, которые себя зарекомендовали, которые дают гарантию. Вот, и любят, и ценят своих покупателей. Всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы ждем. Следующий фильм у нас будет, как я сказал уже, про каркасы. Потом дальше мы пойдем, дальше и дальше. Будем вам рассказывать всю правду о нашей жизни тепличной. Какая она нелегкая у наших садоводов при выборе теплицы. Всем пока.